В Лаунде при пожаре погибла женщина. Трагедия произошла минувшей ночью в одном из домов 113 микрорайона. В ходе тушения пожара в комнате была обнаружена женщина 1953 года рождения без признаков жизни. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Повреждена кровать и окно. В настоящее время дознавателями устанавливаются обстоятельства. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Еще в квартире находился мужчина. Его вывели на улицу соседей. Всего по лестничному маршу пожарные из подъезда эвакуировали 15 человек. Житель Северобайкальска с травмированной рукой спас троих детей. Они выпрыгнули из окна горящей квартиры. Самому старшему всего 11 лет. Тимур Разуметов случайно увидел пожар и поспешил на помощь. При помощи были. Не мог просто не остаться равнодушным, не отреагировать. В общем, сам в гостях был. В этот момент был завтрак у тещи. И выбежав на улицу, увидел задымление в квартире. И девочка стояла на карнизе. Пока приехали ребята с МЧС, пожарные, скорые. Детишки были уже все во дворе. В Крумканском районе вода подтапливает село. За сутки уровень реки Аргада поднялся на 41 сантиметр и составил 465 сантиметров. Потоплены низменные участки берега, покосы, а также две надворные постройки. Если уровень воды поднимется еще на 75 сантиметров, то в зону подтопления попадет уже 22 дома. А в Яравнинском районе из-за проливных дождей дорога превратилась в кашу. На участке Улан-Удэ и Романовка-Чита вновь размыло грудь. В данный момент идут восстановительные работы. И в завершении в Тункинском и Забайкальском нацпарках медведи, гуляя по берегу Байкала, воруют лакомства у туристов. Специалисты отмечают, что в это время года у кусалапых начинается брачный период. Поэтому отдыхающих просят быть осторожнее и не терять бдительность. Игтина Элистратова, Валерия Каратуева. Новости дня.